Илья Бирман в очередной раз просил передать, что он неустанно продолжает обновлять лекции об интерфейсе и представлении информации. Очередная обновленная лекция называется «Нестандартные элементы интерфейса». Эта лекция вошла, во-первых, в курс лекции «Пользовательский интерфейс и представление информации», во-вторых, в одноименный практический курс и, в-третьих, в дисциплину «Интерфейс информации в школах-бюро». О чем идет речь? В лекциях по интерфейсу мы всячески мотивируем дизайнеров изучить стандартные элементы интерфейса, чтобы они знали, как и в каких ситуациях их применять. Для интерфейса вообще стандартизация – это совершенно очевидное благо. Потому, что выше вероятность, что пользователь будет знать, что делать с знакомым и привычным ему интерфейсом. И поэтому, конечно, каждый раз, когда дизайнеру хочется использовать что-нибудь такое необычное, непривычное, хорошо бы ему задуматься, что это будет сложнее в разработке, это может конфликтовать с привычками пользователя, тупо вообще мешать работе. И все же, конечно, совершенно точно бывают ситуации, когда один нестандартный элемент будет гораздо лучше двухстандартных, предположим. У Бирмана в лекции приводится такой пример еще из моего старого интерфейса выбора доступного времени записи к врачу. То есть, можно было бы сделать одну выпадайку дня, а потом другую выпадайку времени из стандартных элементов. Но тогда пользователю придется перебирать дни, чтобы найти, какое время ему удобно. А если сделать общий календарик на неделю с доступными временными слотами, то интерфейс как бы уже автоматом становится в мире пользователя, а не в мире интерфейса или в мире врача. Потому, что пользователь уже может начинать думать так. Ага, в какие дни свободен вечер, например. Иногда нестандартные элементы нужны, чтобы реализовать какой-то вообще совершенно новый жест. То, для чего стандартные в принципе не годятся. Так было как раз с элементом знаменитым разблокировки айфона. Slide to unlock. Илья в своей лекции как раз рассказывает, во-первых, в каких случаях все-таки стоит отходить от стандартов и изобретать какие-то собственные элементы. А во-вторых, как их правильно придумывать. Чтобы они действительно приносили пользу, а не мешали людям работать или путались вообще с другими какими-то элементами. Вообще, нестандартные элементы это одна из порядка, по-моему, сорока лекций по предмету пользовательский интерфейс и представлению информации. Они, естественно, обновились во всех наших образовательных форматах. В лекциях, в практическом курсе, конечно, в школе дизайнеров, редакторов, руководителей. Лекции доступны текущим студентам школы и тем, кто успешно закончил третью ступень. Это, кстати, такая фишка у нас, Даша, те, кто закончили, им навечно остаются лекции доступны. Соответственно, чтобы посмотреть новую лекцию, сделайте свой выбор. Либо поступить в школу-бюро, либо записаться на курс Мирмана, когда он откроется. Или подписаться на лекции пользовательский интерфейс представления информации. Это можно сделать в любой момент. Все ссылки вы найдете в описании к этому ролику. А ты что-то пишешь уже? Да. И звук, и картинка? Да. Я не знал. Антоша Бабинский. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Антоша. Вопрос не один, но потенциальный ответ должен их объединить. Такое впечатление, Антоша, что вы уже знаете ответ. Какую долю в успехе дизайнера играет пресловутый талант? А трудолюбие? Понятно, что даже самые талантливые безупорные работы не разовьет свой потенциал на максимум. Но были ли вы свидетелем того, что, на первый взгляд, не подающий никаких надежд новичок, благодаря упорному труду добивался высоких результатов? Антоша, здесь важно здравый смысл сохранять. Безусловно, если мне, например, отрубить две руки, то я не буду подавать никаких надежд в игре на гитаре. И в этом смысле, сколько бы труда я ни применил, перспективы у меня плачевные. Хотя, я слышал про очень крутого чувака, который ногами играет на гитаре и довольно неплохо высекает. Поэтому здесь, с моей точки зрения, хотя, безусловно, стартовые какие-то данные и, не знаю, гены, и где ты вырос, и какие книжки ты прочитал, какие-то предрасположенности, безусловно, играют роль в том, с какой скоростью человек растет и в какую сторону. Здесь с этим не нужно спорить. Но я считаю, что каждый отдельный человек, для него бессмысленно переживать о таланте. Каждый отдельный человек должен действовать так, как будто никаких талантов не существует. У него есть мечта, у него есть дело, которому он хочет научиться. Вот и пили туда. Понятно, что у тебя, может быть, какие-то трудности свои, с чем-то ты борешься, внимательности не хватает, еще чего-то не хватает. Не знаю, что ты отвлекаешься или не можешь один шрифт от другого отличить. То есть, безусловно, кому-то будет труднее, а кому-то будет легче. Здесь это так. Но вы должны решить. То есть, если ваша мечта того стоит, значит, вы будете пилить туда и, собственно, и расти в эту сторону. Потому что это самое главное. Не то, как вы соотноситесь с другими людьми, а то, как вы сами себя ощущаете. И насколько дело, которым вы занимаетесь, вам близко. И стоит того, чтобы жить и работать. А что касается того, видел ли я каких-то успехов. Надо сказать, что мы обычно в бюро не приглашаем кого-то, кто совсем никаких надежд не подает. Но, тем не менее, в школе мы видели очень резкий рост в нашей школе дизайнеров. Когда люди, которые сначала по поступительному заданию делали какую-то полную фигню. Потом они из конца рейтинга прорывались куда-нибудь повыше в начало. И доходили до третьей ступени. И потом все у них было довольно хорошо. Да и сам я, например, тоже. Хотя я считаю, что у меня всегда был хороший вкус. И какое-то представление о том, что такое хорошо. Тем не менее, умений мне не хватало. И как раз, хотя мне всегда нравилась верстка. Я представлял, какую верстку я бы хотел делать. Самого у меня получалось очень плохо. Даже, в принципе, на старый сайт бюро достаточно посмотреть. То есть, я сделал по максимуму, на что был способен. Но это, конечно, было далеко от моих представлений о том, как оно могло бы выглядеть. Поэтому мне пришлось поработать над этим. Узнать, докопаться до истины. Вообще, что работает, что нет. Почему. Какие есть скрытые, никому неизвестные знания в этом. Правила, принципы, приемы. И специально для вас написал книжку «Типографика и верстка». Чтобы вам было проще. Павел Зенкевич. Насколько я понимаю, бюро после школы своих лучших выпускников куда-то устраивает. Но куда? Куда вы их ссылаетесь в таких количествах? Ради бога. Дайте совет верстальщику, куда можно попробовать устроиться. А то везде больше нужны дизайнеры, а не верстальщики. Павел, куда же мы деваем выпускников? Мы собираем их на защите дипломов. Открываем шампанское. А потом свет гаснет. Онлайн-трансляция прерывается. И больше никто их не видит нигде никогда. И не слышит о них. А на самом деле, конечно же, мы их просто приглашаем к себе на работу пачками. И то же самое делают наши партнеры-работодатели. И иногда еще нашим выпускникам приходится решать, к этому пойти или к этому пойти. Я уж думаю, нужны ли нам эти партнеры. Если можно со себе всех брать, вообще не знаю. А что касается дизайнера-верстальщики, тут, наверное, 2-2 соображения. Конечно же, такое мейнстримовое понятие, как верстальщик, его все меньше и меньше. Потому что все меньше нужны кому-то бумажные какие-то штуки, которые нужно каким-то огромными объемами верстать. Но, тем не менее, я уверен, что все равно это все остается. И существуют типографии, в которых постоянно возникают какие-то задачи. Буклетики, что-то еще 5-е, 10-е. И если бы вы завели знакомство сразу во многих каких-то типографиях, я уверен, что можно обеспечить себя заказами и в любых условиях. Если вы хотите быть именно верстальщиком и проводить время исключительно в индизайне. Но можно пойти дальше. То есть, в принципе, зачем вам оставаться верстальщиком? В верстальне это тоже, в общем-то, какой-то подвид дизайна. Более того, в любом виде дизайна верстка составляет 80% работы. Поэтому, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы перестать комплексовать и называть себя верстальщиком. Если вы хороший верстальщик, значит, действительно, то не так сложно вам немножко добавить в копилку знаний и умений и стать дизайнером. Бронислав Долганов. Добрый день, Артем. Добрый день, Бронислав. Вы говорите, что книга – это система знаний. Полностью согласен. Подскажите, когда выйдет книга про дизайн продуктов, основанная на одноименном курсе Школы-бюро? Это крайне полезная и не самая простая дисциплина, поэтому система знаний по ней очень пригодится. Ну, и пока она не вышла, посоветуйте, что почитать систематизированного на эту тему. Спасибо. Бронислав, к сожалению, пока не за что. Я вас слышу. И книга, конечно, выйдет, когда я налажу работу в медиаконтре, продюсерство и все эти дела. И этот план остается. Возможно, будут еще какие-то штуки на эту тему. Посмотрим. Но что почитать систематизированного на эту тему? Давайте просуждаем. Дизайн продуктов – у него много разных всяких сторон. То есть, конечно же, у продуктов есть сторона, связанная с сервисом, с покупателем. И здесь я бы посоветовал, конечно же, книгу «Исключительный сервис. Исключительный доход». Или что-то в таком духе. Значит, эта книжка крута тем, что... Вообще, ее написали два чувака, которые работали какими-то там крутыми менеджерами в отеле «Ритц». Или в каком-то что-то типа того. И они рассказывают суперинтересные вещи о том, как сделать опыт чувака, который вообще у них останавливается, таким, как будто бы вообще он сам лучший, единственный гость. И вообще у него какое-то уникальное обслуживание. Его знают по имени вообще во всех отелях. Помнят, если ты в одном отеле попросил антиаллергическую подушку, а потом приехал в другой город, тебе ее предложат без твоей просьбы, номер положат. Если ты бренди любишь на ночь прибухнуть, то тебе его, тоже не спрашивая, могут принести и оставить на столике. И вот самое интересное, что с одной стороны он рассказывает, как устроить этот сервис, что является слагаемыми этого экспириенса. Что делать, если клиент недоволен, какие там шаги по разрешению каких-то конфликтов. Как сделать так, что даже если гость обратился, не знаю, к садовнику на улице с какой-то проблемой, что у него вид из окна плохой. Как сделать так, чтобы садовник не хлопал глазами и скажет, я не понимаю, о чем вы со мной говорите, а довел до нужного менеджера. И потом еще в следующий раз при встрече спросил, как у вас теперь вид из окна. То есть, вот такого уровня вещи. А с другой стороны, в этой же книжке рассказано, как устроить системы, которые помогают вот эту штуку поставить на поток. И это очень в этом смысле круто, с одной стороны. Что у нас еще? Ну, конечно же, если дизайн продуктов, значит интерфейсы. Обязательно нужно изучить все в интерфейсах, потому что сейчас очень большая часть продуктов делается вот здесь, на экране. И, конечно же, представлять, как это работает, очень важно. Конечно, обязательно стоит почитать более базовые универсальные книжечки типа нашего любимого дорогого Нормана. Дизайн привычных вещей. Для того, чтобы понимать, в принципе, какие всякие культурные факторы, еще какие-то физические влияют вообще на дизайнерские решения. На то, как люди продуктами пользуются. И это такая сторона более человеческая, то, что мы обсуждаем. С другой стороны, я считаю, и то, что как раз в нашей дисциплине в школе руководителей есть, это системная часть. Это как бы такой взгляд на продукт, можно сказать, бесчеловечный. Когда вы представляете себе продукт в виде некой системы, состоящей из винтиков, квадратиков, как некую схему, как некий мотор, который двигает куда-то машину. И вот такой системно-архитектурный взгляд тоже очень важен. Я сейчас, мне не придет в голову, что на эту тему посчитать. Какие-то, может быть, книги, связанные с информационной технологией, системным анализом, что-то такое кибернетическое, чтобы вообще понимать, что вообще в принципе слово «система» значит. Ну и вот, ну и советы читайте, конечно, там все есть. А приз я хочу вручить Брониславу Долганову за его интересный вопрос о дисциплине дизайна продуктов. Вот, Брониславу, я хочу вручить вам 40%, персональную скидку 40% на лекции, на подписку на все лекции бюро. Вот, если вы хотите воспользоваться этой скидкой, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А всех остальных зрителей я приглашаю присылать мне свои вопросы. Можно писать их в комментах прямо к этому видео, а можно перейти по ссылке и в советах формочки их отправить. До скорых встреч. И вообще вся эта классификация для меня полнейшая дурость. Этот совет написан вообще в первый год существования советов. Наверное, один из самых основополагающих и важных за их историю. Я-то тогда и понял, что оказывается на самом деле все интереснее. Что элементы интерфейса это не части речи, а это члены предложения. Потому что иногда бывает, что рождается такое вот прозрение. И у Миши Нозика, я уверен, тоже какие-то свои доски, в которые можно подглядывать.